Эту колбасу я хоть и разрезал, но даже еще не попробовал. И очень интересно, какая она на вкус. И вам, я думаю, тоже. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. В сегодняшнем выпуске я собираюсь снять без сценария. Поэтому он наверняка получится затянутый. Так что тем, кому не нравятся длинные выпуски, сразу советую выключить его и переключиться на что-нибудь более короткое. Итак, что у нас сегодня за выпуск? Я частенько готовлю колбасу. Постоянные зрители канала видели вот этот ролик. Ну и вообще, в принципе, зайдите в соответствующий плейлист на канале колбасы, беконы и прочее, и посмотрите, как я там готовлю. Самая любимая колбаса в нашей семье – это колбаса, которая запекается в духовке. Ее рецепт я узнал от своего давнего знакомого. Знакомого по китченаху было такое сообщество в журнале ЖЖ. Поляку, дантисту. И эта колбаса очень нравится. Но всегда интересно попробовать что-то новое. И я регулярно изучаю различные источники и смотрю работы других колбасников. Так вот, меня заинтересовали колбасы, которые готовятся по технологии сервелата, так скажем. Вернее, это не то чтобы технология, но колбаса, на мой взгляд, достаточно интересная. И мне захотелось что-то такое попробовать. Однако, просто повторять готовый рецепт сервелата у меня не получится, потому что у меня пока нет оболочки соответствующего диаметра, фиброзной или прочей. И нет наборов специй, которые характерны для классического там гостовского сервелата. Поэтому я решил сделать колбасу по мотивам. И подумал, а что бы мне не показать вам, как рождаются некоторые рецепты. И не факт, что в конце этого видео что-то получится действительно интересное. Но, тем не менее, сам процесс, я думаю, кое-кого из вас в колбаснике заинтересует. Однако, хватит болтать. Давайте пройдем на рабочее место и приступим. Итак, для начала разберемся с мясной составляющей сервелатов. Те госты, которые мне удалось раскопать, говорят о том, что на сервелат идет 40% нежирной свинины, 40% полужирной. И 20% говядины. Для того, чтобы жир не потек во время приготовления фарша, для того, чтобы в готовой колбасе не получились отеки, бульонные отеки, так называемые, то есть не получился брак, мясо во время приготовления фарша на колбасу не должно по температуре подниматься выше 12 градусов. Поэтому приблизительно час назад я достал из холодильника мясо, где оно у меня лежало при температуре 0,5 и убрал, в морозильник. Там оно немножечко подмерзнет. Поэтому, я надеюсь, вот это предварительное подмораживание мяса даст мне возможность на относительно теплой доске, прохладной, на доске комнатной температуры, порезать и пустить на фарш мясо так, чтобы оно не перегрелось. Однако, болтать, не мешки ворочать. Давайте приступать. Здесь у меня кусочек с говядиной похожим. Я его нарежу предварительно и уже нарезанный опять уберу в морозилку, чтобы он там немножко прижал в нарезанном виде, а я пока забыть с другими кусками. Но потом уже все вместе запихну в мясорубку. Нарезать я буду полосками, так, чтобы шнек мясорубки проще мог затянуть в себя это мясо и как можно меньше мял это мясо во время перемалывания. Потому что, если для говядины или нежирной свинины вот эта вот размятость мяса еще не очень страшна, а в этой колбасе конкретно, в сервелате, потому что фарш должен быть тонкий, то вот жир, а именно те кусочки сала, которые там будут податься, не должны перетираться в кашу, потому что перетертые в кашу кусочки сала совершенно однозначно потекут. То есть это будет брак, чего мне, конечно, не хотелось. Мясо, к сожалению, у меня, говядина, вот, по крайней мере, не очень хорошее, потому что, как вы видите, большое количество жил, и эти жилы наверняка в мясорубке будут наматываться на шнек. Придется в промежутках мясорубку чистить. Кстати, мясорубку я ведь тоже, ну, головку мясорубки, отправил в морозильник, хорошенько померзнуть. Все для того, чтобы не перегреть фарш во время приготовления. Все подробности процессов, происходящих в колбасном фарше во время его приготовления, я рассказывал в отдельном ролике. Щелкните вот сюда и смотрите. Очень полезный ролик. Он, конечно, длинный тоже, но там очень важны, на мой взгляд, моменты. Итак, это мясо тоже убираю охлаждаться в морозилку. Итак, следующий кусок – это у меня грудинка со снятой шкурой. Нарезанная грудинка, исполняющая у меня роль полужирной свинины, отправляется обратно в морозилку. Так, а это у меня кусок шейки. Тоже, конечно, она немножко жирновата. По идее, роль полужирного мяса в этом рецепте должна исполнять, наверное, лопатка или свиной окорок. Но их вчера в продаже не было. Итак, все, с шейкой разобрался. Она, кстати, плохо подморозилась, совсем не мягкая, вы видите. Совсем не так, как остальное. Отправлю ее тоже пока в морозилку, а сам тем временем установлю мясорубку. И отвешу пряности. Что касается пряностей. Во-первых, это нитритная соль. Все граммовки в расчете на килограмм мясного сырья я обязательно помещу в описании видео. Заглядывайте туда и смотрите, если вам интересно. Некоторые ГОСТы, которые я смотрел, говорили о том, что в селилате должна быть только соль. А некоторые говорили, что должна быть еще и сахароза, или глюкоза, ну или сахар. И я сахар, наверное, все-таки добавлю. Сахар я добавляю из расчета 2 грамма на килограмм сырья. Учитывая, что у меня мясного сырья всего 2 килограмма 100 граммов, получается 4,2. Ну и смешаю сразу с нитриткой, чтобы посуду зря не пачкать. Черный перец 3 грамма на килограмм. Соответственно, мне нужно 6 граммов. Ну вот так. Его надо смолоть помельче. Кстати, что хотел сказать. Я знаю, что очень многие покупают уже молотый перец, и его используют для приготовления блюд, для того, чтобы присыпать готовые блюда. Скажу сразу, я никогда молотый перец уже не использую. Потому что он как-то очень быстро теряет свой классный аромат. Остается только горечь в нем, острота. А вот запаха, вот этого запаха свежесмолотого перца не остается. Поэтому я предпочитаю всегда покупать в горошке и мелю его либо в ступке, как вы видите, либо вот упаковка сразу с меленькой такой готовой. Мне такой аромат нравится гораздо больше, чем готовый молотый. Мне кажется, что вот такой вот помол в готовой колбасе будет гораздо лучше. Когда такие крупинки будут попадаться на языке в готовом теле колбасы, давиться и такими точечками, как слегка обжигать рот, мне кажется, это будет классно. Кстати, хотел бы услышать ваше мнение. А вы что думаете по поводу свежего перца или свежемолотого, или молотого? Пишите в комментариях, рассказывайте. Может, мне просто попадались совершенно такие невнятные пакетики с пряностями, с молотым перцем. Так, перец положил, мускатный орех. С мускатным орехом ситуация следующая. У меня он вот такой, вот такой, целенький. Его нужно тереть на терке. Ну, мускатный орех есть. Прекрасно. Еще сюда требуется, по идее, имбирь сушеный, но у меня его нет. Поэтому обойдусь без имбиря. Еще понадобится сухой орегано. Чайная ложка на килограмм сырья, соответственно, для меня это две чайных ложки. Далеко не во всех ГОСТах на сервелат орегано используется. Ну, у меня же экспериментальная колбаса. Почему бы не положить? Орегано. И сушеный чеснок. Сушеного чеснока тоже нужно чайную ложку на килограмм смеси. В моем случае два, две чайных ложки. У меня сушеный чеснок вот такой. Ну, вы сейчас смотрите. То есть он гранулированный, да, или не гранулированный, над кусочками. Теоретически, можно было бы, наверное, класть и свежий чеснок, но со свежим чесноком тут все сложнее. Всякий раз, когда добавляешь свежий чеснок или что-то подобное к мясным изделиям, от этого они могут забродить. В принципе, мясной фарш должен вызреть. И в нем должна... Создаст кислотность соответствующая, должны поработать бактерии. Иногда при изготовлении колбас даже используют стартовые культуры, те, которые специально вывезены уже там в специальных пабораторных условиях. Их добавление позволяет ускорить получение той культуры бактериальной внутри фарша, которая и формирует все вкусовые как раз-таки моменты будущей колбасы. Эти культуры можно купить, тоже нужно просто поискать на сайтах, которые торгуют всем для колбасы. Я в наших условиях испанских пока не нашел. Итак, значит, вот мой первичный состав. Еще нужно будет добавить 20 граммов коньяка на килограмм фарша. Я добавлю, соответственно, 40 грамм на мое количество. Все пряности подготовлены. Можно приступать к приготовлению фарша. Конечно, для мясорубки лучше всего подошла бы специальная решетка, которая имеет там всего три отверстия на весь диск. У меня такого нет, к сожалению. Хочется надеяться, что и с такой крупностью у меня что-то довырит. Про крупность этой решетки и про сам этот агрегат я рассказывал в отдельном выпуске. Вот сюда щелкните и смотрите. Итак, все, завершил. Осталось все смешать с пряностями, вымесить хорошенько фарш и можно набивать. Фарш вызревать у нас будет уже непосредственно в оболочке. Пряности. Что хочу сказать. Процесс вымешивания очень важен. Это не просто механическое распределение пряностей и соли сахара по составу фарша, по всему фаршу. Нет. Во время вот этого механического вымешивания соль, которая есть в фарше, как я уже говорил в этом ролике, она своим осматическим давлением начинает разрушать стенки клеток. В результате эти стенки лопаются и, так скажем, выделяющаяся жидкость, в которой есть белки, с этой солью начинает образовывать эмульсию, связывание. И фарш становится более липкий. Появляются такие, как ниточки в фарше. Ну, сейчас он вымешивается, я вам покажу более крупно. Вот, смотрите. Вот, вот про что я говорю. Он становится такой более тягучий, липкий, тянется ниточками такими. Именно вот это как раз-таки текстура фарша и позволяет нам получить красивый рисунок колбасы, чтобы он получился плотный и красивый на разрезе. Фарш я вымешал. Сейчас пока подготовлю свой шприц для набивки. Его пока уберу в холодильник, чтобы не нагревался. Ну что, перчаточки я все-таки одел. Остается добавить коньяка в фарш. И можно набивать колбасу. Кроме коньяка, туда можно добавить, наверное, и виски, еще какого-нибудь ароматного напитка. Но мне нравится идея сервелата коньячного. Вот это у нас будет выполнять роль нервного стакана. Как я сказал, 20 граммов на килограмм фарша. То есть, в моем случае, чуть больше 40 граммов. Не знаю, 40 это или не 40. Ну, наверное, здесь, наверное, даже побольше. Но будем надеяться, что хороший коньяк не испортит наш сервелат. Запах какой! Возревать этот фарш у нас, как я уже сказал раньше... Как у меня сказал-то? Я сказал это-то. Возревать фарш у нас будет непосредственно уже в батонах колбасы. Да, во избежание вопросов. Обзор этого колбасного шприца я тоже уже делал. Смотрите вот в этом ролике. Для чего я взял салфетку бумажную. Вся эта оболочка, она у меня натуральная, она мокрая и скользкая. Соответственно, перчатки по ней тоже скользят. Поехали! Собственно, вот весь процесс. Те, кто набивал колбасы через мясорубку, могут уценить скорость набивки со шприцом. Я, кстати, не нарадуюсь на него. А теперь перевязываю и набиваю дальше. Все, можно обрезать. Так, ну я закончил вертеть колбасу. Вот какие колбаски у меня замечательные получились. Все. Сейчас я убираю ее в холодильник. И двое суток она у меня будет в таком виде, в холодильнике, не в морозильнике, созревать. Ну а потом нужно будет проводить тепловую обработку. Встретимся через два дня. Доброе утро! На этот момент прошло почти 48 часов с тех пор, как я набил эту колбасу и отправил ее в холодильник. Вернее, 48 часов ровно. Будет часа через четыре. Но я отправлю эту колбасу в духовку уже сейчас. Не потому, что так нужно по рецепту, а просто потому, что не представляю, сколько времени в духовке займет прогрев до нужной температуры этого объема колбас. И опасаюсь, что во второй половине дня солнце перейдет на эту сторону у меня и снимать будет плохо. Но надо бы, конечно, выдержать все-таки 48. Ну ладно, не буду. Приступим. Как именно укладывать на эту решетку колбасу? Большого значения не имеет. Я постараюсь выложить так, чтобы колбаса лежала более-менее равномерно. И все. Теоретически можно даже подвешивать здесь. И вот так вот. Все. А теперь это отправляю в духовку. Да. Я же не сказал главное. Для контроля температуры я буду использовать термометр. Я его уже вам показывал. Вот в этом выпуске конкурса я, во-первых, объявлял на него. А вот в этом выпуске, по результатам конкурса, меня многие пытали, я дал ссылку на eBay на термометры такого типа. Он удобен тем, что он беспроводной. Поэтому мне нет нужды сидеть постоянно у себя в кабинете, оттопырив ухо. Выслушивая, не запищал ли он в информировании о том, что температура достигла нужной. Вот. Поэтому и не спрашивайте меня, сколько вы держите эту колбасу без термометра. В колбасном деле температуры очень важны. Однако, хватит болтать. Так, нагрев я включу в этой духовке только нижний, потому что верхний люминус у меня слишком сильно нагревает обычно воздух. А температуру выставлю 80, чуть меньше, наверное, 70 градусов пока. Я не ошибся. На своей духовке я поставил температуру именно 70 градусов. На самом деле, до 76 она, возможно, будет нагреваться, но я одновременно замерю температуру, которая реально будет в этот момент в духовке с помощью этого термометра. И когда она дойдет до 70 градусов, я уменьшу нагрев, и в течение, наверное, получаса, может быть, 40 минут, буду подбирать температурный режим правильный. Дело в том, что колбаса будет готова тогда, когда температура внутри нее достигнет температуры 69-72 градуса. Приблизительно, плюс-минус. При этом перегрев колбасы хотя бы до 75-76 градусов приведет к тому, что она, скорее всего, потечет. То есть, это будет брак, чего мне бы не хотелось. Поэтому нагревать я буду медленно. И сейчас сначала выставлю на внутреннюю температуру 70 градусов. Подожду, когда сама колбаса, она ведь у меня из холодильника, то есть, ее температура внутренняя плюс 5 градусов всего, поднимется хотя бы до 55-60 градусов. После этого я еще повышу температурный порог духовки, так, чтобы она нагревалась и колебалась вокруг 75-80 градусов. Потому что, еще раз, я вам напоминаю, я вам уже говорил, когда я выставляю температуру, и вы выставляете в своей духовке, температуру, допустим, 80 градусов, это не значит, что в духовке температура 80 градусов и есть. Нет. Это значит, что ваша духовка нагревает воздух до температуры на сколько-то градусов выше. Это может быть 85, 88, даже 90 градусов. Когда датчик ловит эту температуру, выше установленной, он отключает нагрев. И температура в духовке начинает медленно падать. Когда духовка остывает до температуры, к примеру, там, 72-74 градуса, датчик опять включается. Вот этот диапазон температур, дельта между верхней и нижней границей, вокруг поставленной, зависит от конкретной модели духовки. В моей духовке этот диапазон чрезвычайно велик. Поэтому я буду подбирать утреные долго. И в этом мне поможет вот этот, еще раз повторюсь, термометр. Очень удобная штука. Ну что, ожидаем. Колбаса готова, пора доставать. Так, радостник сюда. Какая красная. И так. Конечно, нужно дождаться, когда она остынет. А для того, чтобы она легко отсоединялась, вернее, для того, чтобы шкурка с ней легко сходила, ей хорошо бы еще и в холодильнике полежать где-нибудь сутки. Тогда шкурка увлажнится и будет легко отставать. Но мне уже не терпится проверить, что же это такое. Получилось. Красиво, черт возьми. Вот такой вот у нас срез. Видите, да? Он получился... Там достаточно крупно нарезанное мясо, мы видим. И много сока. Этот сок, я уверен, при остывании колбасы превратится не в жир, а вот в желеобразную массу такую. Впрочем, дайте, уже я попробую все-таки. Так. Запах. Ну, запах колбасы. На сервелат... Нет, на сервелат, наверное, все-таки не похоже. Впрочем, нужно дать ей остыть. Ну, это вкусная колбаса. Чеснок почти не чувствуется. Соленость. Можно, наверное, чуть-чуть поменьше соли добавить. Впрочем, я досниму еще, когда она остынет. Еще одну пробу вам сообщу. Сейчас пряности ощущаются слабо. Коньяк не чувствуется совсем. Его нужно добавлять, наверное, много. Но вкусно. Это вкусно. Да, совершенно однозначно. Я буду пробовать что-то еще с этим рецептом. Закажу. Постараюсь найти фиброзную оболочку большого диаметра. 55-65-70, может даже, миллиметров. И попробую повторить этот рецепт. И, наверное, больше перца. Перца можно смело, наверное, раза в два больше класть. Да, пожалуй, что так. Ну, подождем, когда она остынет, и продолжим. Прошел еще час. Колбаса отлежалась в холодильнике, остыла. И настало время, наконец-таки, вынести свой окончательный вердикт. Давайте смотреть, что у нас получается. Так, ну вот такой у нас срез. Вот такая вот колбаска. Ну, запах практически не изменился. В холодном виде даже, наверное, лучше, чем в горячем. Да, пожалуй, что так. Что касается самого рецепта. Эта колбаса вкусная, но не более того. И тратить свое время на приготовление конкретно по этому рецепту, нет, не советую. Приблизительно то же самое по вкусу можно купить и в магазине. Другой вопрос, что там, скорее всего, будут какие-нибудь там соевый белок, еще чего-то. Но ничего сверхъестественного. Сам я буду над этим рецептом работать. Буду пробовать различные вариации. И если найду то, что действительно меня восхитит, а я вам показываю только те рецепты, которые вызывают у меня действительно обильное слюноотделение, прошу за анатомическую подробность прощения, я вам его покажу. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Если понравилось, ставим пальцы вверх. Не понравилось, пальцы вниз. Если есть колбасники активные среди моих подписчиков, прошу, делитесь своими рецептами. Мне очень интересно пробовать всякое разное. И для тех, кто проживает за границей, либо покупает оболочку, пряности, всякие там другие вещества, тоже прошу делитесь. Я, например, очень давно пытаюсь найти культуры, бактериальные культуры для ускоренного развития фарша. Такие в России знаю, где покупать, а вот где в Европе пока не нашел. Поэтому такая информация тоже будет интересна. Еще раз спасибо за компанию. Всем пока!